Здравствуйте! В центре внимания в эфире в студии Евгения Монакова. Сегодня будем говорить о больших строительных объектах, которыми будет наполнен Благовещенск в этом году. Что за объекты будут возводиться и какие стройки нас ждут, сегодня расскажет мэр города Благовещенск Валентина Сергеевна Крета. Здравствуйте, Валентина Сергеевна. Здравствуйте! Мы с вами еще не встречались в этом году, вот только действительно отметили этот факт, а у вас уже столько событий важных, крупных, о которых действительно стоит разговаривать, потому что как удалось привлечь средства на реализацию таких крупных проектов, это, конечно, вообще тема, мне кажется, отдельного эфира, да? Я думаю, что это заслуга не одного этого года. На протяжении последних лет мы вместе с правительством Амурской области, вместе участвуем в разных проектах и, конечно же, без их помощи и поддержки, потому что очень плотная работа с отдельными министерствами, такими как Министерство строительства, Министерство ЖКХ, Министерство природных ресурсов, Министерство образования, Министерство культуры, сегодня дает эти результаты, потому что мы сегодня вошли в национальные проекты, и благодаря участию в национальном проекте мы наконец-то начали строительство в этом году, и уже завершены все подготовительные работы, и конкурс завершается, завершился практически конкурс, уже подписываются документы конкурсные на начало строительства школы на полторы тысячи мест, которые будут в микрорайоне. Школы микрорайона переполнены, проект уникальный, потому что аналогов ему нет в городе Благовещенске, это единственное здание будет четырехэтажное, пять блоков, отдельно блок начальная школа, отдельно блок средняя школа, отдельно блок старшая школа, у каждого из них будет свой спортивный зал, будут площадки, будут на такой пришкольный участок, кроме спортивных площадок, будет площадка для тех, кто будет заниматься селекционной работой, то есть можно будет проводить опытническую работу всю со школьниками, экспериментальную работу на территории, будет четыре лифта, будут площадки для парковки школьных автобусов, для парковки просто автобусов, и рядом будут большие площадки для парковки просто жителей, которые будут привозить детей, поскольку в этой школе будут одномоментно учиться полторы тысячи ребят в одну смену. То есть не будет вторых смен вообще в принципе? Мы идем к тому, чтобы в школах города учились в одну смену, и этот проект направлен на решение этой задачи поставленной. Поэтому будет одновременно проводиться ремонт дороги, которая должна быть теперь четырехполосной, и должен быть соответствующий безопасный переход. Скорее всего, это будет подземный переход для школьников, которые будут проходить в школу. Это вот то, во что мы вошли. Я думаю, что жители города сегодня уже заметили те строительные, подготовительные работы, которые идут в центре города, поскольку мы начали большой проект, это трибуна-холл, и первый этап, он в несколько этапов, рассчитан на три года. Первый этап – это благоустройство, реконструкция площади Ленина. Это первый этап, в который мы заходим. Сейчас идут подготовительные работы. Мы видим, как закрывается сама площадь для того, чтобы начинать эти работы, и где-то с мая месяца эти работы непосредственно будут начаты и завершены осенью этого года. Это первый этап, то есть площадь должна открыться осенью этого года. А следующий этап – это то, что мы заходим на «Золотую милю», и там будет и амфитеатр, и сцена, то есть то все уходит. Это три года в целом. Это большой такой проект, и мы в него уже входим. Это благодаря участию вместе с правительством Амурской области в федеральных проектах. Евгения Сергеевна, получается, за три года практически вот вся вот эта площадь, вся эта площадка огромная, она полностью преобразится. Да. И начало уже положено, мы уже вошли в этот проект. Мы продолжаем благоустройство набережной, поэтому большая программа укрепления и реконструкции набережной реки Амур. Этот проект у нас продолжается, и в этом году мы заходим на десятый участок. Это уже река Зея, это на реке Зея, тоже идут сейчас подготовительные работы. Проект рассчитан на три года, начало положено вот в этом году. То есть я говорю о тех вот таких больших, наверное, стройках, которые рассчитаны не на один год. Естественно, мы продолжаем ту работу, которую начали по дорогам города Благовещенска. И в ближайшие дни мы предупреждаем жителей о тех неудобствах, которые будут связаны для многих из них, потому что мы закрываем переход, путепровод, вернее, точнее, путепровод по загородной. Мы об этом уже предупреждаем, и вот с сегодняшнего дня там будут временные какие-то перекрытия. А с 7 марта полностью он перекрывается до осени. То есть там масштабные работы, поскольку под ним проходит железная дорога. И для того, чтобы поезда максимально наполнялись углем и беспрепятственно проходили под мостом, мост будет поднят на 50 сантиметров. То есть будет меняться основательно все, что требует таких вот работ, гарантирующих безопасность. Затем тех, кто будет пользоваться этой дорогой. Валентина Сергеевна, действительно, зачастую понятно, что это определенное неудобство, связанное с тем, что перекрываются такие улицы достаточно серьезным движением, активным в Благовещенске. Но люди должны понимать, что действительно здесь вопрос о безопасности. По какой причине встал? Почему пришлось сейчас это делать? Мост, во-первых, был построен еще... Путепровод, вернее, все время. Ну, практически, да, выполняет функцию моста. Путепровод был построен еще в 1985 году. И с тех времен он не ремонтировался. Поэтому, конечно же, степень износа, она уже была предельная. И чтобы не допустить аварии на этом участке, было принято такое непростое решение о том, чтобы перекрыть и привести его в порядок. Для этого, конечно, потребовались деньги. И если бы мы не участвовали в федеральной программе «Безопасные, качественные автомобильные дороги», это было бы нереально. Поскольку участие в этих федеральных программах позволяет нам сегодня и уже начинать работы по реконструкции магистральных улиц города, что всегда затратно. Поэтому, кроме этой улицы, мы начинаем работу на улице Калинина. Тоже будут весной проходить подготовительные работы. И в течение лета частично будет улица перекрыта. Это от, наверное, у нас получится, участок только один будет. Мы об этом будем дополнительно говорить, какие будут с этим связаны временные ограничения, продвижения. Но так как у нас будут объездные дороги, то есть там, в принципе, заезжают... Мы в прошлом году уже сделали уже Калининский переезд, мы его сделали. И можно будет проезжать, разворачиваясь на улицу 50 лет Октября, проезжать по Тополинной. То есть, в принципе, варианты объехать, они, конечно же, всегда будут. Варианты объехать есть. И если вы заметили, мы такие подготовительные работы по улицам, которые мы прежде отремонтировали, по которым можно будет объезжать, они есть. Конечно, в этом году особое внимание будет к этим улицам. И ямочный ремонт нужно будет вовремя делать. И сегодня мы на контроль ставим содержание самих дорог, особенно тех, по которым будут нагрузки большие. Мы понимаем, что дороги от этого будут претерпевать определенные изменения, и надо будет своевременно на это реагировать. Ну, естественно, мы просим сотрудников ГИБДД, чтобы они, особенно в первые дни, когда будут перекрыты те или иные улицы, помогали нам не допускать таких серьезных пробок на дорогах. Поэтому все эти работы мы стараемся на опережение рассказать, что это будет. Поэтому у нас вот три участка в рамках безопасной качественной дороги, автомобильной дороги, в рамках этого проекта. И кроме этого, естественно, остается благоустройство городской среды, тоже федеральная программа, областная программа, в которой мы участвуем. И благодаря этой программе мы зайдем на 20 дворов в этом году и будем благоустраивать место, за которое проголосовали жители города Благовещенска. Это район магазина «От и до», где будет благоустроенная комфортная площадка для отдыха. Что касается дворов, они уже определены, потому что я помню, что была даже очередь некая из желающих. Она и есть, она и будет дальше, потому что количество дворов, нуждающихся в ремонте, достаточно много еще. Валентина Сергеевна, вам спасибо огромное за интервью. Действительно, столько объектов. Я надеюсь, что мы еще в процессе будем встречаться, рассказывать, как идут стройки. Ну, а ко всем жителям города Благовещенска, безусловно, главное обращение. Будьте внимательны, смотрите, какие участки дорог закрываются, и выезжайте пораньше, чтобы не попадать в неприятные ситуации. Спасибо вам, Валентина Сергеевна, большое. Я напоминаю, сегодня с гостями был мэр города Благовещенского Валентина Сергеевна Калитау. Смотрели в центре внимания. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова